здравствуйте мои дорогие зрители здравствуйте мои любимые подписчики и сегодня у моё видео опять расхламление вы знаете если бы вы так не просили я бы конечно такое видео не снимала вообще потому что я как-то сколько я раз не перечищала свои шкафы не перебирала и не выбрасывала в мусорку все то что там скопилось за какое-то время но вы предложили мне такую рубрику и вы просите покажи покажи вот и вот вчера моя позвонила аришка и говорит галя может у тебя есть какие полотенца вот мои что-то все истрепались и сейчас купить все это ну вот знаете как опять молодая семья и все надо купить и то и другое третье то что-то как бы то чего чего-то на чего-то родился я привезла огромное полотенце и всем по средненькому полотенчик у я привезла привозила себе полотенца вот лены но после но это было первый раз когда я вот летала вот тогда я покупала полотенца там новые а с тех пор как-то вот вы знаете я что-то вот они мне не очень нравятся вот эти вот большие толстые полотенца и средние тоже мне не очень нравится они толстые и даже если вот моешь волосы его неудобно как-то закрутите ну такая вот голова получается огромная и я как-то вот последнее время когда было в турции в египте я покупала только маленькие полотенчики такие вот они потоньше и удобные и тоже привозила лена и ариша так вот на подарки чисто символически такие полотенчики а на антресолях лежит море полотенцев огромных толстых наших советских полотенцев и сейчас я вам покажу что я оттуда сбросила я думаю что у каждого наверное есть такие полотенца они какие-то совершенно новые какие-то вот покупались пару раз вытирался и что-то потом покупалась новое и это все перестиралась и на это самое за время конечно они немножко слежались вот я говорю ариша и хотя это самое надо было перестирать все хотя они все чистые но в общем я говорю что приедешь посмотришь выберешь что тебе надо а я сейчас вам покажу эти все полотенца вот такое вот полотенчика есть вот такое с цветами это я когда-то лена покупала но что-то ей что-то ей не понравилось и она оставила мне его я его положила на антресоли вот вот такое полотенце потом есть у меня вот такое ну раньше знаете в основном в основном вот такие вот были полотенцем наши полосатые и не понять какого цвета они не белые они не желтые они просто какого-то такого вот грязноватого оттенка не подумайте что она грязная она совершенно чистое и даже новое вот это вот полотенце новое но видок конечно у него такой вот такой вот какой-то сероватый какой-то ну вот такие полотенца у нас раньше делали но она толстая теплая хотела сказать она толстая и она это хлопок она впитывает хорошо влагу ну и сохнет конечно долго следующее полотенце у меня вот такое вот это когда я вышла последний раз замуж я покупала тоже новые полотенца и я купила одно женское одно мужское вот розовая у меня есть я им вытираюсь а это так так у меня и осталось лежать совершенно новое на антресолях он сказал что мне такое светлое не надо мне надо потемней и у него потом ему купили потом темно-синее просто однотонное темное синее вот а это вот такая вот красота у меня есть новое полотенце естественно я сейчас что захочет все решат там вот такое вот полотенце тоже непонятного цвета такие у нас полотенца были расцветки вот такое вот а это полотенчика я купила когда родила смотрите сколько лет этому полотенцу когда родила лену и этим полотенцем я ее просто накрывала в коляске вот когда выходи вывозила на улицу есть свежим воздухом дышать то накрывалась накрывала не одеялом а полотенчиком это теперь это теперь у нас для деток есть все и памперсы и комбинезончики и эти как их еще называют вот эти вот с трусами вместе бодики в общем все что хочешь для деток а тогда ведь ничего не было пеленки марлечки с подгузниками полотенчики накидочки какие-то от мух вы помните как это все как это все было ну и что ну и выросли наши детки и такие же хорошие как и теперь правда и кстати детки наши меньше болели рождались здоровыми и все было нормально а сейчас посмотреть бесконечно рождаются детки то то сердечко то воспаление то еще что нибудь и все не так и все не так как не послушаешь вот сколько у аришки там у друзей детки родились и у кого-то что-то обязательно что-то обязательно не так даже вот подружки девочки надо по моему на месяц старше говорят что мол у нее воспаление легких это вы заразили ее в животе вы сами болели или ребенок заразился вот так вот ну вот так вот и последнее что я вам хочу показать это махровая простынь зачем я ее покупала я сама не знаю но раньше знаете как магазинах ничего не было если где-то что-то как мы говорили ой там дают выбросили там обувь или еще что то значит это нам обязательно нужно вот сейчас всего много а денег нет вот и я купила такую махровую простынь зачем я ее купила я не знаю потому что я естественно не лену не аришу потом мы не тоже полосатая как видите тоже полосатая огромная махровая простынь как-то я пыталась ею накрываться летом когда очень жарко но под ней тоже жарко а машин стиральных у нас таких вот как сейчас автоматы их же не было обычная машина в нее такую тяжесть огромную положить она даже не хотела там жужжать крутила в на одном месте это я в окно смотрю что-то парень со склада а нет смотрю что он стоит с этим с телефоном и чего-то на мой дом направляет оказывается он там ловил видно что то вот и так это простынь конечно отлежала я не знаю сколько лет сколько лет она лежит у меня на антресолях вот поэтому сейчас аришка придет выбирай если что надо выбирай выбросить конечно я это не выброшу хотя это видео о расхламлении но жалко же такое выбросить правда хорошие хлопковые хлопковые полотенца не то что вот сейчас этот бамбук есть еще какие-то синтетика наши полотенца не такие они шикарно красивые потому что кстати потом уже уже вот это вот почему она лежит потому что людуся когда моя стала работать на рынке она стала привозить полотенца и привозила полотенцем более тонкие китайские но такие вот красивые там с девочками с мальчиками все это у меня есть таких два полотенца простите но я не отдам конечно потому что эти два полотенца у меня для того чтобы если я куда-то поехала мало ли не дают в отеле полотенце я вот брала с собой просто подстилала себе на этот самый на лежак но такое такое уже полотенце зачем зачем его отдавать она конечно красивая но я им пользовалась точно пользовалась вот ну и еще мантре солик девчонки я нашла постельное постельное белье это упала наволочка раньше я очень любила махровое белье и когда была в риге отдыхала ой не в реке нет в одессе в одессе ездила на седьмой километр и оттуда привозила постельное белье сначала было постельное у меня только две наволочки и просто на резинках у меня было и розовое голубое фиолетовое и какое только угодно и она все у меня сносилась вот там где лежишь там вот это вот махра вся протерлась ну вот давно уже все в мусорках вот а вот это вот набор такой потом последний раз когда я была я приобрела такой набор с пододеяльником вот не знаю где просто просто наверное я застилала я уже честно говоря не помню потому что давно это было и давно просто не все ушли они как-то быстрее сносились а пододеяльники а пододеяльник у меня остался еще у меня есть розовый но розовый у меня уже старенький поэтому он я даже не буду вам показывать я вот лежит может быть когда-нибудь я им просто место одеяла накрываться накрываюсь летом когда жарко вот а это тут перевернута по моему на левую сторону что ли нет нижняя часть здесь просто оранжевая а сверху а сверху вот такой вот полосатый и я думаю что сейчас вот когда начнется холода и еще не подключит отопление а я в максюшке покупала одеяло теплое такое вот на овечке ариша говорит она очень теплая но и двухспальная представляете двухспальная ребенка купила это самое я говорю лежит же лежит забирай забирай и пользуйся вот зачем у меня это все лежит ну вот так вот вроде не пользуемся и жалко выбросить тем более если это новое постельное белье на волочке упали наволочки правда такие большие 70 на 70 максюшке я покупала наволочь эту самую подушку 70 на 50 поэтому надо было бы они на молниях и одеяло то не одеяло пододеяльник тоже на молнии надо было бы ее отрезать но к сожалению у меня теперь нет дома в швейной машинке так оденет и завернет и положит правда я кстати тоже так точно так же одеваю наволочки у меня все постельные наборы все с наволочками 70 на 70 раньше ведь других других подушек не было подушки были только квадратненькие это теперь стали 70 на 50 и и мы их поменяли выбросили все наши подушки эти перьевые тяжелые вот и стали спать на на маленьких плоских подушках и знаете я как-то я привыкла если в телевизор мне надо посмотреть то я уже подложу себе там под голову подушечку небольшую посмотрела телевизор а потом уже ее убрала и сплю я всегда как-то вот спала на подушках очень плоских могу совершенно без подушки спать вот так вот ну вот мои дорогие вот опять вот такое вот у меня сейчас опять расхламление но уже тоже точно больше уже негде смотреть я говорю пустые вот и бывший мой ушел опустошил мне все шкафы тут чистенько стало пусть и пустенько единственное что у меня есть еще полка на которой у меня эти елочные игрушки елкой там вот это вот там тоже в принципе надо было как нибудь заняться и перебрать потому что там тоже много как то наверное уже много лишнего каждый же год все понемножечку так таких гирлянд таких гирлянд начинаешь подкупать и даже есть уже порванные которые которые не работают но думаешь а вдруг кто-нибудь отремонтирует починит и что-нибудь сделает с ними вот и все мои дорогие вот и все вот еще одно такое вот видео больше есть есть в коридоре прихожей там где у меня шкаф стоит там тоже есть много барахла но там и показывать нечего там и нечего показывать там какие-то вещи в которых на это самое выходишь работать в огород там какие-то журналы и в общем всякий всяких вот так вот а и и Продолжение следует...